Чтобы дойти до главных поединков чемпионата, кикбоксеры провели по 4-5 боев. Всего спортсмены разыграли 80 комплектов медалей. И если подводить итоги турнира, то для нашей команды он выдался удачным. Несмотря на то, что в первые дни алтайские кикбоксеры проигрывали. Однако, как говорят, не важно, как ты начнешь, главное, как закончишь. Во-первых, смобилизировалась сама команда. Разогналась, такая машина прям пошла. А во-вторых, было дружно. Болели, поддерживали, кричали. То, как раз, что нужно было в самом начале. Нам не хватало этого сильно. И там все пошло. И, конечно же, тот результат, который сейчас показали на этих соревнованиях, я считаю, он достойный. На решающих поединках первенства России наших было не остановить. Юноши и юниоры в буквальном смысле выгрызали победу. Детские мечты стать лучшими в России для многих стали реальностью. Наша молодежка завоевала 8 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых. Развенел гонг. Я оборачиваюсь на сцену. Все подпрыгивают, хлопают. Я понимаю, значит, все. Я победил. Опустошение. Там я пауза, секунды 2-3. И нахлынули слезы. Я себя сдержать не мог. А вот на чемпионате России, где на ринг в главных боях выходили мужчины, Алтайский край представляли два спортсмена. И тут не обошлось без драмы. С утра проснулся на взвешивании, почувствовал боль справа, в боку. Как-то особо не придал значения. Но она не острая была. После взвешивания уже начало обостряться. Я выпил обезболивающее, не помогло. В общем, с каждой секунды хуже, хуже, хуже. Они приехали сюда, обратились к врачам. Они вызвали скорую, меня увезли в больницу. И уже там диагностировали камень в почках. Тренерский штаб принял важное решение сняться с финального поединка. Тем самым соперник нашего файтера Айропета Ванисян из Тульской области одержал победу без боя. Но без золотой медали чемпионата России наш край не остался. В весовой категории до 60 килограммов представитель спортивного клуба «Боец» из Камня на Аби Степан Габов в финале раздельным решением судей одержал победу над представителем Красноярского края Максимом Таштемировым. Я посмотрел на своих секундантов, и они мне, ну, жестикулируя, маякнули о том, что я выиграл, что я победил. И тут я понял, что все, наконец-то чемпион России. Я очень долго шел к данной цели, очень долго хотел именно вот это вот звание, этот титул. И, наконец-таки, я его получил. И вот именно вот эти вот неподдельные эмоции, когда я приклал на колени, я сам не понимал, что я сейчас в этот момент чувствую. К слову, чемпионаты первенства России по кикбоксингу в Барнауле состоялись впервые за 25 лет. Как отмечают организаторы, они стали самыми масштабными. По итогам обоих турниров спортсмены из Алтайского края завоевали 22 награды разной пробы. Тем самым забрали первое место в командном зачете. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.